Я Тимур Олевский. Здравствуйте. Считайте, это антикризисной программой настоящего времени. Итак. Почему эта программа антикризисная? Потому что не замечать происходящее с экономикой, от которой так или иначе зависят все страны, нельзя, а вместить в голове все грядущие потрясения невозможно. В этом месте принято спрашивать экспертов-экономистов, скажите, а что будет дальше? Одни скажут о крахе, другие, как Алексей Кудрин в России, пообещают скорый рост. В любом случае все эти цифры распадаются на частные истории людей. Заемщиков, бюджетников, уцелевших в России бизнесменов, тех, кто еще не отвык сажать на роде картошку, ходить на охоту и собирать грибы. Если раньше можно было отложить что-то, то сейчас уже никак не отложишь. Зарплата обесценилась, поездки за рубеж, продукты, то есть все подорожало. Цены-то как возрастают с каждым часом. Еще это будут истории о цене злорадства в адрес путинского большинства. Как часто мы слышали и даже сами говорили, что чем хуже, тем лучше. И ведь не задумывались о цене. Цене, к сожалению, высокой, потому что раньше, чем Владимир Путин потеряет свое влияние, может случиться много такого, что покажется непомерной ценой за его личный провал. Но пока что вместить это все в голове, объять необъятные слишком трудно. Эту неделю на торгах российская валюта начала с отметки 76 рублей, затем пробила 80 и подошла к 84 рублям за доллар. Разрыв между официальным курсом рубля, установленным Центробанком и ценой в обменных пунктах, около 5 рублей. Евро где-то далеко за 90. Вот курс. А это ипотечные заемщики, которые купили квартиры в кредит за валюту еще до Олимпиады в Сочи, Крыма и войны. Ситуация патовая. Если я даже сейчас отдам квартиру банку или продам ее как-нибудь, то я все равно останусь должен в 8 миллионов. У меня четверо детей маленьких нас выгоняют из квартиры. Здесь из 200 человек нет ни одного, который бы требовал простить ему долг. Ни одного. Люди просят сделать платежи посильными. Знаете, не хочется спекулировать образами, но я читаю заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и не могу удержаться от самого банального. Как оркестр играет, пока тонет «Титаник». Для любезной публики. Я не употреблял бы слово «обвал». Курс действительно меняется. Курс волатилен. До конца этой недели каких-либо отдельных совещаний у президента России не запланировано. Вместе с тем, на следующей неделе совещание с членами правительства в программе есть. Чем же занят российский президент? Ну, на этой неделе у него есть и другие дела. Можно почитать инстаграм Рамзана Кадырова или доклад Высокого суда Лондона. Но об этом позже. А пока вернемся к национальной валюте. Но на этот раз валюте украинской. Она за неделю выросла на 1 гривну, то есть на 4%, а с конца декабря на все 8%. И тут, конечно, глупо не вспомнить все торговые ограничения, которые на Украину наложила Россия. Можно посчитать, сколько Россия сама на этом потеряла, хотя бы недополучив налоги, не собранные со своих бизнесменов, которые продавали украинские товары. Или от простой российских фур, которые ждут на границе с Украиной разрешения проехать в Молдавию. Транзитные войны – это такой новый вид торговых. Помните, я говорил о цене злорадства и о цене кризиса? Ресурсные вандалы, рай для маргиналов, рай для тех, кто с ксивой ловит наркоманов. Мы спросили у бизнесменов Украины, как на доходы страны повлиял российский кризис. Или уже никак? Слабая и распадающаяся Россия представляет собой существенно большую угрозу для Украины, чем сильная и агрессивная Россия. Потому что колонны боевиков, толпы беженцев, неконтролируемое распространение ядерного оружия – все эти вещи представляют собой большие проблемы для нашей страны по сравнению с той войной, которая сегодня происходит. В 2012 году в Украину из России сбежал политбеженец Леонид Развожаев. Почти сразу в Киеве его украли посреди бела дня. И непонятно, как перевезли в Россию. Пытали и посадили в тюрьму за организацию массовых беспорядков на Болотной площади. Кстати, последнего уличного протеста россиян против режима Путина. Мы трижды писали запросы в СБУ, в прокуратуру и министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой найти причастных к этому хотя бы с украинской стороны, раз нельзя с российской. Но так и не получили ответ. Представьте себе, что в результате российского кризиса в Украину хлынет поток российских политэмигрантов. Тех самых людей из пятой колонны, не братьев. Им что, придется хуже, чем сирийцам и афганцам в немецком Кельне? Политэмигрант из России, координатор Human Corpus Дженни Курпен, еще недавно сама искала убежище в Украине. Она написала инструкцию, но не обычную не для россиян, а для украинцев, как относиться к российским беженцам. В них самое главное – это понимание того, что Украина взяла на себя некоторые международные обязательства. Потому что основа всей этой риторики ненависти всегда сводится к тому, что россияне не имеют права чувствовать себя хорошо в Украине. Это право гарантированной конвенцией с 51-го года и законодательством Украины. Я была на месте россиянина в Украине, и в этой проблеме главное то, что в Украине оказываются только те россияне, которые не могут сразу уехать в другие страны. Инструкции для беженцев-мусульман нарисовали и в Германии. Это фактически, знаете, декларации минимальных европейских ценностей, зафиксированных на этот момент. Ну, а мы их изучили и сделали свою инструкцию для самих европейцев. Давайте теперь их сравним. В Европе принято пожимать друг другу руки при встрече и на прощание. Рукопожатиями обмениваются как мужчины, так и женщины. Рукопожатия между мужчинами и женщинами в исламе запрещены. И вообще запрещено прикасаться к чужой женщине. В Европе смотрите в глаза людям, с которыми вы разговариваете. Женщина тоже человек. Это правило относится и к нам. В традициях ислама мужчине нельзя смотреть в глаза незнакомой женщине. Поэтому не удивляйтесь, если правоверный мусульманин, разговаривая с вами, будет смотреть в сторону. В Европе женщин принято уважать вне зависимости от длины юбки. Не стоит пристально рассматривать и женщин в купальниках. Европейским мужчинам тоже не мешает об этом помнить. В исламе мужчины и женщины, не состоящие в прямых родственных связях, не могут ходить вместе в бассейн. И в купальный сезон ходят на раздельные пляжи. Гомосексуализм для европейцев – это нормально. Не удивляйтесь, увидев, как двое мужчин идут по улице, держась за руки. В мусульманских странах гомосексуализм карается самым строгим образом – вплоть до смертной казни. А чешские художники сделали комикс и фильм для школ, в котором предлагают чехам представить себе, что это они стали беженцами на Ближнем Востоке. Ее зовут Шади. А могли бы звать Машей или Бланкой. Она родилась там, где стреляют. История курдской девочки, которую мама отправляет в Швецию, чтобы спасти от войны, должна объяснить чешским школьникам, почему в их классе теперь учатся темноглазые, запуганные и такие, на первый взгляд, другие ученики. Этот фильм – совместный проект Управления Верховного комиссара ООН и Чешской организации помощи мигрантам. В его основе реальная история. Главная задача – показать, что беженцы – такие же люди. Они тоже любят свою страну, боятся умирать, скучают по близким. Об этом же еще одно пособие для школьников – комикс. «Однажды мы снова встретимся с Анам». Это 60 страниц жизни афганского подростка, который сбегает от войны. Сюжет собран из рассказов детей беженцев. И эта нарисованная история не по-детски правдива и местами даже жестока. К комиксу и фильму прилагается несколько упражнений. В одном из них чешским школьникам предлагают поменяться местами с беженцами. 2030 год. 10 миллионов чехов должны покинуть страну из-за страшной ядерной катастрофы. Лишь одна страна согласилась принять чешских беженцев, но ее жители – против потока мигрантов. Так начинается рассказ, который должен заставить школьников задуматься о трудностях, с которыми сталкиваются переселенцы, и помочь понять темноглазых, запуганных и таких совсем не других учеников. Владимир Путин может быть лично причастен к убийству бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне в 2006 году. И это первый публичный процесс, в котором обвиняется российский президент. Наверное, вероятно, возможно. Все эти осторожные формулировки не могут пошатнуть уверенность Лондона. К убийству Александра Литвиненко причастно высшее руководство России. Ядерный терроризм, пишут местные СМИ. Политизированную уголовщину отвечают из Москвы. Его убийство было операцией российских спецслужб, ФСБ. И даже больше. Убийство, возможно, одобрили Владимир Путин и глава ФСБ. Решение суда ждали с напряжением. Российские СМИ, молча затаив дыхание, западные подогревая интерес к теме. Вспоминали о том, что бывший шпион, отравленный полоним, сам вычислил своего убийцу. На смертном адре он сказал жене, это Путин. Российские МИДИ до оглашения доклада за редким исключением молчали. Публикацию встретили лавиной критики и пренебрежительных замечаний. Набившее оскомину дело Литвиненко. В Лондоне завершилось так называемое публичное расследование дела. Свежайший документ, отпечатанный только что. Он еще пахнет типографской краской. Критикуют и затянутость следствия почти 10 лет. И отказ раскрывать все доказательства. И главное, осторожность формулировок. Практически через предложение повторяется слово «возможно». Пока российские СМИ придираются к форме, западные обсуждают суть отчета. В том, что Литвиненко убили, никто не сомневался. Главный вывод – президент Путин, вероятно, причастен и, возможно, отдал приказ об убийстве. В российских МИДе о возможной причастности высшего руководства страны к убийству говорят скупо, тем более ни слова о мотивах. О том, что Литвиненко последовательно критиковал Кремль, заявлял о причастности власти ко взрывам домов в Москве, обвинил президента в убийстве Анны Политковской и о его связях с мафией. Зачем вытаскивать эту уголовщину на международный уровень, возмущается следом за российским МИДом журналисты. Чисто уголовное дело было политизировано и омрачило общую атмосферу двусторонних отношений. До зрителя старательно доносят мысль, если что и было, то очень давно. Вспоминать об этом британцы могут разве что из вредности и политические выгоды, а по сути из желания снова насолить Россию. А что делать Кремлю, когда офицер российских спецслужб едет в Лондон, перевербовывается и выдает секреты своей страны? У меня вопрос к популярности сейчас в России дискуссии о том, какой будет Россия после Путина. В репорте, который, я думаю, ты читал тоже, была фраза «He was employed» в МИИ-6. То есть не то, что он был консультантом, не то, что оказывал какие-то разовые услуги, а то, что он был employed. Это значит, что он пошел работать в спецслужбу другого государства. Я еще один момент хотела бы подчеркнуть. У меня в Фейсбуке очень многие начали писать, что он работал в ФСБ только что не охранником и ничего не знал. Литвиненко был подполковник. Извините. И вот смотрите, суд в Лондоне легализовал такие слова Литвиненко о российском президенте, что будущим псевдоисторикам хватит на 3000 книг о Путине. Для дома книги на Арбате, где сейчас полки про Сталина и войну в Украине стоят. Про связь с колумбийской мафией там самое мягкое, что сказано. Выходит, что все-таки правда о режиме всегда перевешивает любые раскрытые секреты. Для многих россиян нынешний экономический кризис – это просто флэшбэк в прошлое. В какой-нибудь 98-й год, когда еще Путин не построил тучную экономику, а Ельцин был президентом. А может быть, еще раньше, в какой-нибудь 89-й. Мой коллега Вадим Кондаков вышел на улицы Москвы и решил спросить, какой сейчас в России год. Вам нынешняя экономическая ситуация сегодняшняя в России напоминает какой год? Мы в каком году живем, на ваш взгляд? В 16-м. В 16-м? А не напоминает 98-й? Ни в коем случае. Или 90-й. Мы сейчас стали жить лучше, лучше намного. Мы уже возраст у нас такой, что мы можем сравнить то время и это время. Мы дети войны. Но сейчас войны-то вроде бы нет. Ну нормально мы живем. Пенсионеры нормальны. А курсы на нас нет. У нас все в порядке. Цены там, продукты там не сильно так выросли. Ну подумаешь, там выросли доллары или евро, все равно это упадет под это в норму. Ну как бы внутренняя жизнь наша от этого не особо зависит. Это я вообще не знаю, в каком году мы живем. Опустили страну намного и насильно. Дефолт напоминает тот, как был у нас в 208-м, что ли, год? В 208-м. Да, конечно. Это и есть. Скорее 98-м, это верно. Похоже на кризис? Да. А по каким критериям вы судите? Где тут у нас? Табло ищите? Да, табло. То есть курс рубля, да? Да, влияет. 2016-й год. 2016-й? Это что-то новое? Да, это совершенно новая ситуация. Но вот эта вот история с курсом рубля, который падает постоянно, с растущей цены. Она искусственная. Искусственная? Конечно. Реальный курс сейчас 25 рублей, на мой взгляд. А почему же он на табло 80? Ну потому что нужно наполнять бюджет. Такого периода в жизни не было еще, понимаете? То есть это новенькое? Естественно. А что тут может быть не новенькое? Ну смотрите, разве мы не проходили все это? Уже курс рубля, который падает? Ситуация с ростом цен? Это все искусственно. Наверное, 91-й. 91-й? Да. То есть лихие 90-е? Да, лихие 90-е. По каким вы параметрам такое сравнение производите? Ну, во-первых, все дорожает. Зарплаты не прибавляются, пенсии не прибавляются, продукты дорожают. Все. Оплата квартир. Люди от этого страдают. Ну, может, 91-й есть сходство с 91-м, когда 90-е, когда было падение? Есть какая-то аналогия? Но это другая ситуация, реально. Зачем вспоминать о чем-нибудь, когда сейчас более чем плохо, а будет хуже? Поскольку наши экономисты, по-видимому, я не знаю, где учились, или они не ведут нарочно к развалу полному стране. Экономики нет в стране. Пока не будет экономики, пока она будет сырьевая, не будет и порядка. Такой год больше напоминает. Может быть, конец 80-х, начало 90-х, 98-й. 43-й. 43-й? Вы серьезно говорите? Потому что я родился в этом году. Мы в пещерном веке. Я иду и думаю, господи, скорее бы уже на Ваганьковской. Уже просто сил нет, понимаете? А уверенности в завтрашнем дне? А ее никогда не было в России, не будет. Поколение 30-летних – движок для любой страны. В России они выросли в спокойное, можно сказать, сытое время. И вот наступил первый серьезный кризис. Мой коллега Роман Супер, корреспондент Русской службы свободы, на днях отпраздновал день рождения, 31 год. Роман взял интервью у рэпера Децла. Помните такого? Теперь и Децлу за 30. Мы с режиссером этой программы, кстати, Виктором Кульгаником, поздравляем Романа Супера и хотим закончить эту программу фрагментом интервью с Децлом, полную версию которого вы можете увидеть на сайте свобода.орг. Я с вами прощаюсь, Тимур Олевский. До встречи. Пропаганды спам, топит по мозгам, лишь бы ты подольше спал, лишь бы ты не думал сам. Ни кого ни в чем не обвиняют, я цитирую факты, которые действительно, факты остаются фактами и ничего не меняют. Ну, не критикую так, чтобы страну. Мне эта страна нравится, я бы уже давно убежал. У меня возможностей много было уехать и работать за границей. И мне предлагали, и до сих пор предлагают. Ну как, вы расчесываете некоторые болячки, в том числе своими клипами? Ну да, иначе, если мы, остатки тех, кто здесь уже живет всю жизнь и понимает немножко, что происходит, мы будем молчать, вот, то, соответственно, не знаю, кто тогда будет говорить. Вы как-то в интервью сказали, что не очень хорошо относитесь к нашему президенту уже хотя бы потому, что он всей стране дал дурной пример того, как мужчина может поступить с женщиной, из которой он прожил всю жизнь. Безусловно. Почему вас именно это так зацепило? Потому что вот вся страна после этого развода любить президента меньше не стала. В первую очередь он глава государства, да, то есть он является альфой, да, и все остальные бета будут ему подражать. Как только он что-то делает, бета считает, что так и надо. И делает то же самое. Президент должен быть примером. Урки правят балом, урки я басалом, зомби по ТВ, СМИ плюются калом. А вам действительно кажется, что ваше поколение, теперь уже 30-летних людей, воспринимает страну вот примерно так, пробки, стройка, грязь? Ну, не все поколение... Мне кажется, что все довольны. Нет, это на самом деле не так. И люди бодрятся, и стараются не унывать, и стараются не выпускать этот негатив, который накопился. Но я могу сказать, что, ну, мое поколение, оно, может быть, не все меня поддерживает, но большинство. Вот. И они знают, что есть реальность, а что есть пропаганда телевизионная. Вот. И, в общем, если брать Россию, то там в моем меняемом возрасте, да, Россия находилась в лучшей своей, как бы, в лучшей своей стадии из 2000 по 2004 год, когда Владимир Владимирович только осваивался. А дальше что-то непонятное началось. Вот. Видимо, там освоились, поняли, как, значит, работает схема, и как ее отжимать. И, соответственно, дальше началось. У нас, как бы, страна такая, что, не знаю, все больше и больше усиливается контроль. Непонятно для чего, непонятно зачем, непонятно почему. Вот. И, в общем, какой-то внешний враг постоянно ищет. Крепки в стойко грязь. Крепки в стойко грязь. Крепки в стойко грязь.